Всем привет, с вами канал Maximum Wild, обзор смартфона ZTE Blade A510 стоимостью 3000 гривен, это примерно 120 долларов. Давайте начнем с его распаковки. Открываем коробку, сразу встречает у нас устройство в сером цвете. Пока отложим и посмотрим на комплектацию устройству. Идет вот такая вот съемная крышка дополнительная в бирюзовом цвете, в таком вот. Отлично, что она есть. Можно будет поменять, освежить внешний вид устройства. Дальше гарантийный талон-инструкция, USB кабель для подключения к компьютеру и зарядке и microUSB адаптер. Это все без наушников, так что учитывайте это и в случае чего докупайте, если они вам необходимы. Давайте эту крышечку пока прятать в коробку не будем. И я ее потом примерю, посмотрим как устройство будет выглядеть с этой крышкой. Теперь телефончики. Наклейка на экране транспортировочная. Вот такой вот телефон, сделан из пластика. Также на задней крышке находится камера LED-спышка. Логотип компании ZTE, дополнительный микрофон шумоподавления. Спереди у него 5-дюймовый дисплей, 3 сенсорные кнопки для управления, над дисплеем разговорный динамик, фронтальная камера и датчики приближения освещения. Справа нет ничего. Слева кнопки регулировки громкости, а также кнопка включения-выключения устройства. Сверху джек для наушников, снизу динамик микрофон и порт microUSB для отключения к компьютеру и зарядки. По габаритам устройства высоту 143 мм, в ширину 72 мм, толщина устройства 8,2 мм, вес 130 граммов. Давайте теперь снимем заднюю крышку. Аккуратненько получилось снять. Батарейка тут несъемная, емкость этой батарейки 2200 мАч. Также тут у нас находятся слоты. Один слот это microSIM карточка, второй слот это nanoSIM карточка и слот для microSD карточки для того, чтобы расширить память устройства. Вот у меня тут есть microSIM, давайте ее примерим. Вот microSIM. Но сюда она не помещается, тут нужно маленькую карточку, самую маленькую nanoSIM. В общем на две SIM карты отдельных и на microSD. Никаких комбинированных слотов тут нет, мы нормально можем использовать ее на две SIM карты и расширить память устройства. О, обещал же надеть ту крышечку. В общем, вот так вот выглядит устройство в сером цвете. Немножко так, с усилиями открывается, неудобно. Такая вот задняя крышка. Она немного глянцевая. Если это матовая серая и на ней не видно разводов от пальцев, то это такая вот, видим, блестящая, глянцевая и на ней уже разводы от пальцев более заметны. Ну, в общем, теперь вот так вот выглядит устройство. Тут вот серая окантовка. Ну, в общем, мне не очень нравится, но вот так вот. Ну, хорошо, что она есть, такая крышка в комплектации. Но, все-таки, устройство, как по мне, лучше выглядит с обычной серой крышкой. Снимаем ее и наденем назад серенькую. Разблокируем устройство. Фирменная прошивка от ZTE, все работает отлично. Откроем настройки, посмотрим на версию Android. Версия Android 6.0. Вот, закрываем. Что касается дисплея устройства. Дисплей тут IPS матрица. Разрешение 1280 на 720 точек, то есть HD. Углы обзора хорошие. Ничего не выцветает, не происходит никакой инверсии. И, в общем, хороший дисплей. Откроем сатирический тест Gigabank 4 и поговорим о технических характеристиках устройства. Здесь используется процессор MediaTek MT6735, работающая на частоте 1 ГГц. Это четырехъядерный процессор. Оперативной памяти. Устройство 1 ГБ, встроенное в 8. Видеоускоритель Mali-T720. Запустим тест. И увидите уже сам результат. Сейчас вот. Да, запускается тест. Ну, в общем, результат. Закончился тест Gigabank 4. Результат. Фистемная информация. Фистемная информация. И результаты теста. Результаты теста. Мультиядерный тест. И теперь сделаем еще тест видеоускорителя. Видите сам результат. Закончился тест видеоускорителя. 614 баллов набирает в этом тесте. Вот результаты. И теперь сделаем еще тест в Antutu Benchmark. Открываем Antutu. Настроим разрешение. Также увидите уже сам результат теста. Результат теста Antutu. 23473 балла. Неплохо. Посмотрим инфу об устройстве. Процессор 64-битный. 4-х ядерный. Тактово частота 1 ГГц. Вот. Камера основная 12 Мп. Фронтальная 5 Мп. И теперь сделаем еще тест мультитачи. Посмотрим сколько касаний поддерживает тач-устройство. 10 касаний поддерживает. Тяжелая игрушка GTA San Andreas. По умолчанию делаем настройки на высокий уровень настройки графики. Выставим на максимальный. И начнем. Глючит игра. Причем так. Заметно. Играть не очень комфортно. Наверное сразу выставим на ниже уровень графики. Так как идет по умолчанию. Потому что она максимально плохо работает игра. Продолжим. Это уровень по умолчанию. Просто высокий. Ну так конечно уже лучше. Хотя все равно игра немного подлагивает. Когда появляется машина. Ну. Уже по крайней мере можно играть. В общем вот так. Давайте теперь попробуем еще понизить уровень графики. Сделать ее средней. И тут тоже так вот. Чуть меньше поставим. Ну вот на среднем уровне. Нормально работает. Да. Уже лагов никаких нет. В общем на таком вот уровне можно играть без лагов. Закрываем это сандресс. И переходим к следующему тесту. К тесту камеры. Камера здесь 13 мегапикселей. И я вам покажу сейчас примеры снимков на эту камеру. И вы сможете оценить их качество. А на этом все. Спасибо что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум и Бал. Комментируйте. Ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.